Спасибо большое. Наср Хасан, телеканал «Ашнутэй». Сергей Викторович, как можете прокомментировать последние всказывания президента Барака Опама о том, что Соединенные Штаты Америки способствовали изменению власт в Украине и не исключает возможность поставки оружия нынешним властам? В отношении интервью президента Соединенных Штатов телеканалу CNN, я, наверное, два момента отмечу. Во-первых, если кому-то и требовалось подтверждение, то оно прозвучало, подтверждение того, что Соединенные Штаты напрямую были вовлечены с самого начала в антиправительственный переворот, антигосударственный переворот, который президент Обама нейтрально назвал переходом власти. Во-вторых, хотел бы отметить то, что риторика, которая в этом интервью прозвучала, говорит о намерении Вашингтона и дальше делать все, чтобы безоговорочно поддерживать действия нынешней киевской власти, которая, судя по всему, взяла курс на исключительно силовое подавление конфликта. Мы же убеждены, и эта оценка разделяется все шире и шире, в том числе в Европе прежде всего, что необходимо наладить прямой диалог между киевскими властями и представителями провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Эти усилия наталкиваются на попытки пустить этот переговорный процесс под откос, но убежден, что все те, кто искренне хочет мира украинскому народу, а Россия однозначно в числе этих стран, так же, как, насколько я понимаю, Германия, Франция, другие европейцы, ОБСЕ, то мы должны эти усилия продолжать и должны делать все, чтобы прямой диалог был завязан и принес результат. Во всем мире, в любом конфликте наши западные партнеры призывают к диалогу между властями и оппозицией. Везде, будь то в Йемене, в Ираке, в Афганистане, в Южном Судане, практически везде. А вот Украина почему-то является исключением, и в отношении Украины западные коллеги не говорят ничего о диалоге, говорят только о том, что вот надо всячески поддерживать действия Киева. И не критикуют те очевидные негативные шаги, которые украинские власти предпринимают, и я даже не буду их перечислять. Не критично подходят они к своим подопечным. Нужен, еще раз подчеркну, прямой диалог. Мы этим будем активно заниматься, и в качестве страны, которая содействует работе контактной группы, и в качестве просто соседа Украины. Мы очень много и делаем для того, чтобы поддержать ее экономику. И в качестве, конечно же, членов ОБСЕ. Продолжение следует...